До конца октября 25 приморских семей будут переселены из ветхого и аварийного жилья в новый микрорайон Солнечный в Артёме. Торжественная церемония по случаю передачи квартир состоялась в пятницу, 14 октября. В мероприятии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Глава региона отметил, что создание комфортных условий для проживания приморцев – одна из приоритетных задач правительства. В эксплуатацию введён девятиэтажный многоквартирный дом на 144 квартиры, 25 из которых получат переселенцы. Косметический ремонт уже осуществили в 13 квартирах. Установлена сантехника, выровнены полы и стены, вставлены новые окна. Ремонт ещё в 12-ти закончат в октябре, после чего люди смогут принять жильё и получить ключи. Осуществить переселение удалось благодаря механизму комплексного развития застроенных территорий. Сегодня мы вводим в эксплуатацию и передаём квартиры с отделкой жителям в доме типа 5, 25 квартир. Отвечая сразу же на вопросы, мы вводим в эксплуатацию тип 3 в начале ноября этого года, далее ремонт и тоже передадим. И тип 2.1 – это будет первый квартал 2023 года. И мы завершим строительство этого микрорайона. Вы видите о том, что у нас современные площадки, большой баскетбольная площадка. Мне кажется, что здесь очень важным моментом является, что это как раз комплексное развитие территории. Как отметил мэр Артёма Вячеслав Кувон, строительство второго дома на 141 квартиру в микрорайоне Солнечный также завершено. Сейчас объект проходит процедуру ввода в эксплуатацию. В нём к концу 2022 года получат благоустроенные квартиры и ещё 25 семей переселенцев. Тот механизм, который сегодня действует в Приморском крае, благодаря, Олегу Николаевичу, вам, это совместная такая работа Корпорации развития Приморского края, фонда обманутых дольщиков, вот позволила достроить нам эти дома и решить проблему более десятилетней такой давности. Поэтому я вас поздравляю. Отметим, с 2010 по 2021 годы администрация Артёма при поддержке правительства и корпорации развития Приморского края расселила 26 семей. 11 из них получили квартиры в доме по улице 1-я рабочая, 29-2, бывшем долгострое, которое удалось ввести в эксплуатацию через механизмы фонда поддержки обманутых дольщиков в 2020 году. 12. 13.